Приветствую, друзья! В этом видео я расскажу вам об уникальном человеке, который был магом и оккультистом. Император Священной Римской империи, которого современники называли Сатурническим королем или Новым Гермесом Трисмегистом. Речь пойдет о Рудольфе II Габсбурге. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно! Для начала перенесемся в Центральную и Восточную Европу XV и XVI века. Такие страны, как Чехия, Польша, Венгрия, переживают ярчайший подъем гуманистической культуры, порой опережая своих западных соседей. Город Будда, сегодняшний Будапешт, был такой ренессансной столицей, подобно Милану или Флоренции, в то время как Париж и Лондон сохраняли в себе еще черты средневековой культуры. Сюда же можно добавить и Краков с его старинным Егелонским университетом, который тоже внес огромный вклад в развитие общеевропейских идей гуманизма. Так что Чехия, Польша и Венгрия переживали такой истинный ренессанс, в то время как на Западе существовала инквизиция и гонение на еретиков со стороны католиков и протестантов. И здесь на сцену выходит молодой будущий император Рудольф II Габсбург. Человек от природы невероятно одаренный, прекрасно образованный, но трудный в общении, и его характер ускользал от жестких нормативов поведения для императора Священной Римской империи. В юности Рудольф прошел полный курс такого сурового католического воспитания при Мадридском дворе своего дяди Филиппа II Испанского, куда он был направлен по настоянию габсбургов. Но его воспитанием занимались не просто католики, а его воспитывал орден иезуитов, которые надеялись на то, что будущий император станет легкой игрушкой в их руках. Но заранее надо сказать, что в этом они просчитались. Итак, наступает 1576 год. После смерти своего отца Рудольф официально принимает титул, становится императором Священной Римской империи Германской нации. И с чем он в первую очередь сталкивается, став императором? Главной его проблемой были не протестанты или турки, а члены его собственной семьи, которые постепенно его сводили с ума. Дело в том, что Рудольф изо всех сил пытался править, но на него постоянно давили родственники. Ты должен искоренить всех еретиков в Чешском и Венгерском королевстве. Также ты должен искоренить всех протестантских князей внутри империи. И одновременно ты еще и должен сражаться с турками. И Рудольф, так как он с юности любил Прагу, избирает именно этот город на роль императорской столицы. В Праге Рудольф чувствует себя достаточно свободно, потому что он вдалеке от своих родственников, оголтелых католиков, также он вдалеке и от турок, и постепенно император начинает терять интерес к политике. И здесь по империи начинают ползти слухи. А император-то наш колдун. И эти слухи были небезосновательны, потому что современники описывают Рудольфа как человека меланхоличного, склонного к депрессии, и он был часто погружен в себя. То есть мы можем сделать вывод, что император был человеком такого мистического склада ума. И здесь важно сравнить Рудольфинскую Прагу с соседями из Западной Европы. На Западе бушует вовсю Испанская Инквизиция. За четыре года до коронации Рудольфа была Варполомеевская ночь. А в 1600 году Джордана Бруно, который был при дворе у Рудольфа, как только вернулся к себе на родину в Италию и Рим, был сожжен. А у Рудольфа в Праге были рады представителям абсолютно всех конфессий. Астрологи, алхимики, великие итальянские художники, католики работают бок о бок с их коллегами, художниками-протестантами из Нидерландов. Великие ученые, такие как католик Тихо Браге, работают вместе с протестантом Иоганном Кеплером. Кстати, мать Кеплера была осуждена Инквизицией как ведьма, и лишь только то, что Кеплер был придворным математиком Рудольфа, спасло ее от костра. То есть в Рудольфинской Праге возникло чудо религиозной толерантности вот в этом маленьком чешском королевстве, что, естественно, приводило в гнев его родственников испанских гавсбургов, которые были традиционными такими католиками, они были окружены иезуитами, и, например, младший брат Рудольфа был вообще гроссмейстером Тевтонского ордена. Эту религиозную терпимость Рудольф унаследовал от своего отца Максимилиана II, который на смертном одре отказался от последнего причастия, а когда его спросили, каких религиозных взглядов он придерживается, он сказал, что был не папистом, не евангелистом, а просто христианином. Так что и Рудольф на протяжении всей своей жизни оставался в лоне католической церкви, традиционно для гавсбургов, но полностью отрешался от религиозного фанатизма и нетерпимости. Император увлекся оккультными науками, он был адептом, то есть магом и посвященным неоплатоникам. Современники называли его новым гермесом-трисмегистом, потому что гермесу приписывалось авторство оккультно-мистических трактатов. И на протяжении всего периода Ренессанса полагали, что гермес это была реально существующая личность. Но уже позднее исследователи пришли к выводу, что эти мистические тексты были написаны группой авторов первого-второго веков нашей эры в среде греко-римских гностиков. Рудольфу был свойственен некий отблеск фаустианского духа с его взлетами и падениями. Он в одиночку погружался в бездны тайны знания, подвергая угрозе спасения своей собственной христианской души. Этот момент прекрасно описал австрийский писатель Густав Майринг в своей известнейшей книге «Ангел западного окна». Там есть такая строчка «Ты, который не власти над своим сердцем, оставь, не читай дальше». «Ты, который не доверяешь своей душе, выбирай». «Здесь отречение и спокойствие, а там любопытство и гибель». Император Рудольф шел по пути любопытства. Нам важно понять этот момент. То есть человек, который с детства воспитан в христианской доктрине, он понимает, что шаг влево, шаг вправо в духовном смысле, то это прямой путь в гиену огненную. То есть человек мог, в принципе, получить какой-то быстрый результат, используя магию, читая какой-нибудь магический трактат. И император шел именно по этому пути. И к концу XVI века за Прагой закрепился такой статус столицы магии. Потому что Рудольф окружил себя философами, врачами, картографами, астрологами, книгоиздателями, которые печатали книги по Каббале, и, естественно, алхимиками. Кстати, с последними связано появление такого архитектурного памятника, как «Золотая улочка» позади Пражского собора Святого Вита. По легенде, в этих домиках жили алхимики и проводили свои опыты. Сам император тоже занимался алхимией и однажды сильно опалил себе лицо и бороду. Также Рудольфинская Прага прославилась благодаря легенде о големе. Голем – это такая сущность, которую создал раввин Игуда Лев Бен Бетсалелл с помощью земли и глины. И благодаря тайным каббалистическим знаниям он эту сущность оживил. Голем выглядел как человек, но подчинялся только приказам раввина и охранял еврейскую общину Праги от клеветы и заговоров. И поразительно, именно в этот момент еврейская община Праги переживала свой «золотой век», пока на Западе требовался сертификат чистоты крови в Испании. Тут у Рудольфа в городе сложилась просто уникальная ситуация. У него здесь раввин проводит свои оккультные опыты над големом. На соседней улице кипит деятельность иезуитов в монастыре святого Климента. И также два великих ученых – один католик, другой протестант – работают вместе. Естественно, что у Рудольфа, так как он увлекался магией, была шикарная библиотека оккультной литературы. По его приказу во всех библиотеках империи разыскивались книги христианских мистиков. У него был трактат немецкого мистика Валентина Вайгеля, трактаты которого обычно просто сжигались. Также у него была таинственная арабская книга под названием «Пикатрикс». Это такой арабский гримуар, и он посвящен практической магии, изготовлению талисманов, плюс там о призыве ангелов планет и так далее. Был еще один шедевр, о котором я скажу чуть позже. И здесь важно понимать, что пока какую-то простолюдинку за то, что у нее просто черная кошка и косит глаз, могли отправить на костер, то для сильных мира сего практика магии была вполне себе естественной вещью. Например, польский король Сигизмунд 2 Август однажды у некого некроманта купил духа в бутылке. Позже этот дух взбушевался, и Сигизмунду пришлось искать кого-то, кто смог бы помочь от этого духа избавиться. Также авторство двух книг по магии, двух гримуаров приписывается самим римским понтификам. Но интересно, что сами римские папы авторство отрицают. Первый из таких книг – это «Инхиридиум» папы Льва III, который, по легенде, подарил маленькую книжицу при коронации Карлу Великому. И эта книга должна была защитить владельца от жизненных невзгод. Но, естественно, при условии благоговейного к ней отношения и ежедневного чтения молитв. В этой книжице были разные молитвы, там, от избавления от колек в животе и также по призыву каких-то там духов сторон света и тоже планетарных ангелов. То есть это была большая коллекция чар в молитвенной форме. Вторая книга, авторство которой приписывается папе Римскому – это так званый великий гримуар Папы Гонория, написанный в 1220 году. С этим гримуаром тоже связана интересная история. Уже в XIX веке некий немецкий собиратель магических рукописей Иоганн Шабле был в доме у некого швабского крестьянина, у которого он нашел рукопись вот того самого гримуара и крестьянин ему сказал, что сам ее откуда-то переписал с кучей ошибок, желая просто вызвать сатану. Помимо библиотеки Рудольф еще прославился как заядлый коллекционер. Он был создателем одной из первых вообще в Европе кунсткамер для пополнения коллекции, которой у него были свои агенты при всех европейских дворах. Главным переговорщиком он назначил немецкого художника Ханса фон Ахена, работа которого заключалась в том, чтобы ездить к богатым европейским правителям и отыскивать уникальные предметы, магические, и заказывать картины каких-то уникальных художников. Например, у него в коллекции было огромное количество минералов редких со всех частей света и несколько магических уникальных предметов, например, распятие из мандрагоры, которое сегодня хранится в Австрии. Но самое главное, это предмет, который придавал такой мистике его коллекции, это алхимический ручной колокол, изготовленный Гансом Дебюлем. Ганс Дебюль изготовил колокол из уникального сплава металлов золота, серебра, железа, меди, свинца, олова и ртути, которые олицетворяли семь планет. То есть понятно, что солнце соотносится с золотом, луна с серебром и так далее. Этот уникальный сплав металлов швейцарский архимик Парацельс называл электрумом, который способен был дать мудрость и власть своему владельцу. На самом колоколе также обнаружены надписи на нескольких языках. Там сирийский язык древней Сирии, были надписи на арабском и на рите. И исследователи до сих пор эти надписи не расшифровали, но все сходятся во мнении, что скорее всего это некое заклинание по призыву одной из сверхъестественных сущностей, описанных Парацельсом. Таким образом, император Рудольф тихо правил себя в Праге, занимался магией, но в Австрии и Венгрии вспыхнуло против него восстание, которое поддержал брат Рудольфа Матиош. И таким образом, Габсбурги решили от Рудольфа избавиться. И Рудольфу под давлением пришлось все-таки передать престол своему брату Матиошу, который естественно даровал ему почетную пенсию. И Рудольф, лишенный власти, изнуренный тяжелой болезнью, в возрасте 59 лет скончался, не оставив законного потомства, так как был не женат. Печальную судьбу постигла и его великая Кунсткамера, которая была вообще самым, самым прекрасным таким собранием предметов искусства своего времени. Расхищением этой коллекции занялись уже сами члены габсбургской семьи, когда в 1613 году три брата покойного императора увезли в Вену картины Коррэджо, Дюрера и Пармиджанино. Но самый главный удар по Кунсткамере нанес шведский генерал Кёнигс Марк, который захватил Пражский град на заключительном витке 30-летней войны. И, как говорят, шведы уносили все, что только можно было унести. И все это попало в руки королевы Кристины Шведской. Ну а самое интересное, ей попал в руки уникальный рукописный кодекс, который в массовой культуре получил название «Библия дьявола», потому что там присутствует полностраничное изображение сатаны. И вообще эта книга является самой большой книгой по объему и содержанию во всей западноевропейской книжной традиции. Остатки Великой Рудольфинской Кунсткамеры, коллекцией которой он занимался практически всю свою жизнь, вкладывал в нее свою энергию. Эти остатки были распроданы в 1782 году по дешевым ценам. Тогда были уже распроданы полотна Питера Брейгеля. И таким образом после кончины императора разразилась печально известная тридцатилетняя война. И время императора Колдуна, который проводил свои магические изыскания у себя в одиночестве и никого не беспокоил, это время показалось раем. Надеюсь вам было интересно. До новых встреч!